Всем привет! Сегодня мы будем готовить необычное блюдо, которое будет называться рис из цветной капусты. То есть мы цветную капусту будем взбивать в блендере до состояния риса и готовить с овощами. И для этого необычного блюда нам понадобится, конечно же, цветная капуста в свежем или мороженом виде, лук, чеснок, перец, сливки, смесь приправ по выбору, рыбный соус, кленовый сироп или мед, масло, соль, перец по вкусу. И для подачи нам понадобится арахис и кинза. Итак, если вы используете замороженную цветную капусту, то нужно ее достать и оставить при комнатной температуре до полной разморозки и дальше прямо в сыром виде взбивать. Если свежая, то также делим на соцветие и в сыром виде ее взбиваем. Вместо кленового сиропа, как я уже сказала, можно использовать мед, либо любой другой подсластитель, который вы используете, сиропа гавы, виноградный сироп, топинамбура и так далее. Смесь приправ. Смесь приправ здесь может быть любая, кари, хоть кориандр с зирой или кумином. Я буду использовать индийскую смесь, которая называется барбекю масала. Масала это как раз и есть смесь с индийского. Если вы захотите подробнее узнать, из чего она состоит, то есть ссылка в описании на наш блог, и там подробно в рецепте указано, из чего состоит данная смесь. И также обычные сливки можно заменить кокосовыми сливками, либо кокосовым молоком. Приступим к взбиванию капусты. И делать это лучше всего партиями, чтобы не получилось эффекта, что нижняя часть уже превратилась в такую кашу и месиво, а верхняя часть еще не сделалась. Нам нужно взбить. Это именно вот приблизительно похоже на вареный рис или кашу рисовую, но не вот именно в такую вот размазню, чтобы осталась небольшая фактура. Вот такая приблизительно смесь должна получиться. Крупные частички разбились и остались мелкие небольшие. И так до конца взбиваем все. Теперь вот этот получившийся импровизированный рис нужно обжарить в течение 5-7 минут. Затем мы этот рис вынимаем и приступаем к обжарке уже остальных овощей. Остается обработать овощи. Для этого мы в ту же сковородку, где обжаривали капусту, мы добавляем немножко масла, обжариваем лук, чеснок и перец буквально минут 5. Затем добавляем сливки, соус, сироп и приправы. Тушим еще пару минут. Возвращаем капусту и даем опять же еще буквально пару минут этому всему впитаться. Если вы используете арахис, то его также вместе с капустой в тот момент добавляйте, чтобы он немножко смягчился и дал тоже свой вкус всему блюду. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Блюдо готово. У нас получилось практически ризотто из цветной капусты. Благодаря моему варианту приправы у меня получился еще он такого приятного розового цвета. Цвет риса будет зависеть от того, какие приправы будете использовать. Если будете использовать карри, то, соответственно, он станет желто-оранжевым таким. Очень быстрое блюдо. Идеально подходит для быстрого ужина. За 15 минут все готово. Не понадобятся какие-то сверхъестественные ингредиенты. Все либо есть под рукой дома, либо в ближайшем магазине около дома. Поэтому попробуйте обязательно его. Приятного аппетита и до новых встреч!